Что значит взаимоотношение с Богом в Вашем случае? Видите, Вы задаетесь вопросом, что значит взаимоотношение с Богом. Я бы так сказал, для меня это всё. Для меня это всё. Для меня я очень ценю взаимоотношение с Богом. И ради этого я посвящаю время своё просто взаимоотношению с Богом. Вот бывает вечерами я просто читаю Библию. И через чтение Библии я прямо чувствую самоотношение с Ним. И, конечно же, через молитвы. Меня, когда я вот на встрече молитвенной, вот как-то по-одному это происходит, а когда я сам читаю Библию и молюсь, то у меня одновременно я и читаю и молюсь. Одновременно. Когда вот это вот что-то, какое-то слово раз открылось, я прямо вчера ещё плакал. Вчера вечером просто плакал. Просто меня касалось так сильно Священное Писание. Это для меня что-то. Я понимаю, что автором Библии знаешь кто, да? Дух Святой, да. И невозможно как бы поднимать Библию без Духа Святого. Никогда. Никогда. Я понимаю, что это всё нужно иметь в самоотношении с Богом, чтобы понимать Священную. Хотят и понимать, читать и понимать. Да. То есть во время чтения Слова Божьего, простого, элементарно сесть под домом и попросить помощи Духа Святого и читать Библию. Это и есть самоотношение с Богом. Знаешь. Или львиная часть, одно из частей. Это одно из. Вот допустим, даже сегодня, даже сегодня во время прославления меня касался Дух Святой. Я прямо так некоторые песни, я думаю, ой-ой-ой, почему ушли уже от этой песни? Ой-ой-ой, так хотелось оставаться там. Я вот как-то закончила вся песня, я ещё там. Я ещё рассуждаю, рассуждаю, перешли на вторую песню, а меня ещё и в прошлой. Вот такое состояние. Даже когда Костя проповедовал, у меня было взаимоотношение с ним. Я где-то когда-то видел свои сложности, как в Косте это были сложности. Кстати, то, что представляете себе, какое было состояние того ребёнка. Кости как жилье. Ребята, а сейчас он боксёр. Как это? Когда врачи сказали, что это не рано. Не рано, чтобы этот ребёнок ходил и ещё какие-то вопросы. Но Бог. Но Бог. Это вторая часть прославления. Вы общаетесь с Богом, слушая проповедь вживую из других уст. Это третья часть. А ещё есть какие-то способы общения с Богом, отношения с Богом? Ну, мы же сказала Библия. Это первая. Ага. А ещё может есть? Бог же большой, великий. Ну, наверное, ты и Твиттер. Наверное, ты и Твиттер. Нельзя назвать одним словом. Что такое общение с Богом. То есть, аминь нельзя сказать. Каждый может найти свои пути. Да. Нельзя сказать, что вот так будешь идти. Вот это взаимоотношения с Богом. Но у каждого человека имеют свои взаимоотношения с Богом. И также они важны и те отношения. Такого подобия.